Мусорная реформа на территории Новосибирской области провалилась. Это констатировали региональные парламентарии. Они провели заседание комитета, на котором без купюр обсудили с областными властями вопросы строительства тех объектов, которые были предусмотрены, но не реализованы в ходе мусорной концессии. Подробности расскажет Дмитрий Белькевич. Финансово-экономические и правовые последствия расторжения мусорной концессии обсудили с чиновниками депутаты Заксобрания области. Решение об этом приняли на прошлой сессии. Парламентариев интересовало даже не столько, будут ли какие-то штрафы и много ли денег потеряет регион, сколько будут ли новые стройки. И вопрос-то мы задаем вообще о последствиях. Как же так? Это вот консессионер как собака на сене сидел на нашей области, держал два участка, ничего не строил и не давал другим инвесторам зайти. И все эти программы наши, реформы мусорные, они рушились. Депутаты отметили, есть примеры успешного строительства или проектировки объектов мусоросортировочного и перерабатывающего комплекса за счет муниципальных и областных средств без привлечения денег частных инвесторов. Например, в Болотницком районе, Каргате, Кыштовке, Карасуке, Багане и Северном. В то время как группа ВИЗ, тот самый консессионер, так и не смог сдвинуть с места вопросы строительства полигонов в новосибирской агломерации. Где объемы доходов и прибыль совершенно иная. На протяжении пяти лет звучали жесткие выступления депутатов, успокаивающие речи чиновников. И в итоге пять лет прошло. Еще жестче оценили наши люди, которые все с этой проблемой сталкивались. Варианты решения, так сказать, есть. Мы оговаривали это с губернатором и Сергеем Николаевичем. В принципе, мы услышали друг друга, что все-таки раздел по концессии произойдет. На одну, на две, на три, на пять. Надо еще один пункт нести. Извиниться ВИЗу перед населением и людьми Новосибирской области. Вот пусть извинятся хотя бы. Представители исполнительной власти заверили, участки как в левобережной части Новосибирска, так и на правом берегу АБИ уже выбраны. Дело за новыми конкурсами. Депутаты, в свою очередь, считают, нужны такие условия, чтобы бывший консессионер не прошел. Иначе ситуация повторится. Такого рода консессиями должны заниматься несколько фирм. Почему? Потому что, во-первых, будет осуществляться требования рынка. Это первое. Во-вторых, безусловно, будет определенная соревновательность. Потому что надо понимать, что вопрос этот очень серьезный. Кроме того, парламентарии уверены, можно найти или создать собственного областного оператора по обращению с бытовыми отходами. Что определенно улучшит надежность всей системы. Но этот вопрос требует дополнительной проработки. Дмитрий Белькевич, Александр Миняйло. Новости ОТС. Дмитрий Белькевич, Александр Миняйло. Новости ОТС.